Другой вопрос, что я очень искренне занимался этим всегда и никогда не пытался там под кого-то плясать, да, юлить и так далее и тому подобное. Дима Этишник. Дима разработал очень быстро бот для Ищи Своих, куда россияне смогли обращаться в поиски своих, потому что для них, для многих это тоже был шок. Что-то такое происходит вообще. У меня был племянник, сын, кум, брат, сват, а ей раз и пропали со связи, не стал, а говорят они в Украине, а в Украине вроде как война началась. И я вот начинаю в прямом эфире этим людям всем звонить и с ними разговаривать. Один, два, три, четыре, пять эфиров прямых и я слышу, что их риторика резко меняется. Такое впечатление, что с ними работу провели. То есть если на первых там трех-четырех эфирах они со мной еще разговаривали, выражали свое недовольство тем, что происходит, непонимание, то пятый эфир это уже монотонные ответы. Я не знаю, я не в курсе, я политикой не интересуюсь. И тогда в этот момент я обратился ко всем, к кому смог обратиться. Ко всем абсолютно. С вопросом дайте мне возможность пообщаться с российскими пленными. Вот я буду с ним общаться, а они уже пусть звонят к себе домой и они уже пусть там рассказывают про политику, интересуются или не интересуются и что здесь на самом деле происходит. Потому что я же понимаю, что россияне до такой степени привыкли к пропаганде, что и меня они воспринимают как пропагандиста. То есть звонит какой-то по сути пропагандист из Украины, они хотят со мной говорить. Я думаю, что они будут говорить своим детям. Ну и к моему великому удивлению, а это реально меня удивило, через неделю-две-три месяц-полтора наших интервью россияне начали говорить своим детям примерно то же самое, что они говорили мне. То есть политикой не интересуюсь, все это ерунда, тебе, сынок, там мозги промыли. Субтитры сделал DimaTorzok